Участница конкурса Адимаса Тубалиева представляет казахскую культуру. Рассказывает, к конкурсу готовились всей семьей. Вместе с сестрой шили национальный костюм, а со старшей дочкой снимали видео для конкурса рецептов. Младшие дети участвовали в подготовке творческого номера и выступили вместе с мамой на сцене. Мы справились с заданием и, в принципе, получили много положительных эмоций. Это очередной повод просто обратиться к себе, к своим корням. Очередной повод нарядиться, показать себя и посмотреть, конечно, на других. Конкурс открылся танцевальным флешмобом и состоял из нескольких этапов. Дефиле в национальном костюме, творческий номер, видеорецепт национального блюда и выход в вечерних нарядах. Участницы в народных костюмах исполняли национальные танцы. Выступление оценивало компетентные жюри. Мы оцениваем по различным критериям. Это, безусловно, и внешний вид, это, безусловно, и формирование всех качеств и чувств, и патриотических, и эстетических. И мы тем самым показываем преемственность поколений нашего города. Конкурс «Суперневестка Самарской губернии» проводится в регионе в третий раз. С каждым годом интерес к нему растет, отмечают организаторы. По их словам, он дает возможность участницам не только проявить себя и показать особенности культуры своего народа, но и узнать больше о жизни представительниц других национальностей, населяющих Самарскую область. Когда на одной сцене встречаются представители разных народов, это не может не повлиять на их дальнейшую жизнь. Люди лучше узнают друг друга, люди узнают традиции народов многонациональной Самары, люди учатся находиться вместе, взаимодействовать и работать на благо родного города. В конкурсе «Суперневестка Самарской губернии» нет проигравших. Жюри распределило 10 номинаций между всеми участницами. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События.